Девушка, убирайте свою камеру. Уберитесь из магазина, мужчина. А ты кто? Сотрудник или оборотень? Вы будете отвечать за это. Тогда иди гуляй. Скажите, ты клоун или сотрудник Росгвардии? Я считаю, друзья, это позор. Булочки не боишься? А то, может, булочка тебя тоже пугает. У вас, возможно, и скрытые видеокамеры есть. Где? Какие еще фантазии будут? Вы мне, никто. Флюсик вам ставлю. Отведите в отдел, стоит на речи. В отдел, заберите. Полицейский, куда убегаешь? Не надо мне руками трогать. Пойдемте. Силу физическую, зачем вы применяете ко мне? Не подскажете, вкусное вот это? Вкусное. Сейчас я попробую. Не, неприятно пахнет. Сейчас я все попробую. Конечно, сейчас. Трогаете еще рукой. Не, тоже неприятно пахнет. Сейчас я попробую. Зачем у меня забираете-то? Ты нормальный, что ли, такой? Зачем у меня забираете товар-то? Отпусти. Да я понюхаю, да потом плачу. Конечно, ты будешь сейчас муху, что он и зубок пробует. Почему нет? Зачем я его понюхаю, доплачу? Отпускай. Зачем вы мне товар-то забираете, женщина? Вот это все такое ненормально. Ну, взяли, порвали товар, зачем? Ты специально пришел сделать, да? Зачем вы порвали товар? У него телефон у тебя висит, да? И испачкали мне руки еще. Это ты делаешь специально? Да это вы делаете специально. Почему я делаю специально? Понимаете, зачем вы мне забрали товар? А почему ты делаешь? Я понюхал, доплатил. Вообще-то камеры стоят. Хорошо. Я еще пойду покушаю-то. А я сейчас еще у тебя сфотку подойду. Ну, я сейчас покушаю и подойду. Не-не, ты посмотри на меня, пожалуйста. Я вот это возьму. Возьми. Ну-ка, постой. Постой, здесь ты труб такой. Да я еще вернусь сейчас. Я еще взял, вы не против? Смотри, не. Ты везде так что-то купаешь? С таким товаром, да, везде. Одна поза бесплатная, дальше платно. Дальше, воронку кушать. А можно, да, вот, кушать? Ты что, издеваешься, что ли? Ну, вы если не запрещаете, значит, можно. Почему мы не запрещаем? А я что, на тебя векун должна что-то залететь, нет? Не, ну, может, полицию вызвать. Ну, вы на месте, на месте. Нет желания такого. Дальше не бери, ты чего издеваешься? Да что ж ты мне отбираешься? Что ты делаешь? Бешеная, что ли? А ты не бешеная. Что ты делаешь-то? Что за шаловливые ручки у тебя? Что ты делаешь? Смотри, я сейчас полицию вызываю. Я сама сейчас садим тебя в полицию. Что это такое, как ты себя ведешь? А сотрудники нормально ведут себя? Нормально ведут. А, нормально для вас это? Выходи за дверь. Стой тут, если ты не трус. Больной, заходите, нажмите. Что толкать не меня? Кто будет платить? Вы ждете, кто не ждет. Ну, зайдите. Открою я вам. И закрывать дверь. Ну, всех покупателей закрыть. Да действительно, покупателя пакетом бьют, а мозгов нет у меня. Конечно. А он не первый раз уже. Не первый раз у вас? Мозги-то, может быть, и есть. А зачем вы так себя ведете лицо магазина? Не стыдно? Нет, не стыдно. Елена. О, покупатели не могут с магазина зайти. Все? Ну, друзья, она забрала у меня шарики вот эти, там еще булки какие-то. Но нам не жалко, поскольку тут такой целый прилавок. Все без упаковки, все без маркировки. Упакованный товар берем без маркировки. Это вообще не упаковано. А что, все, выйти нельзя? Нет, вам нет. Нет, нельзя. Почему? Ну, потому что... Погулять хочу. Ну, блин. Воздухом подержать, подышать. Нет, нет, нет. Ну, давай, прекращай. Ну, что ты как ребенок себе ведешь? В смысле? Так я подышать хочу, ты же воздухом. Ну, потом подышишь. Я же не убегаю никуда. Потом подышишь. Я же не буду вас толкать. Ну, конечно, не будешь. Ну, вот. Ну, это не я натворил, это ваша сотрудница. Вот это сейчас и убирать. А ты потому что провоцируешься. А, поэтому надо бить покупателя пакетом продуктовым. А ты бы все равно его разодрал. А зачем ты его порвала-то? Я бы, может, порвал, может, не порвал. А ты взяла его порвала. Да, конечно. Да, конечно. Я его заплачу. Да, понятно. А за полку не заплатишь? За такие вряд ли. Да что ты говоришь? Ну, думаю, да. Ну, я думаю, да, сейчас приедет на ряд в полицию и ты больше заплачешь. Сколько больше? За моральный ущерб. Во сколько раз? За много. Сколько морального ущерб тебя нанес? Так, ни причин не те. Мы с тобой, но при этом на выкате обращаться. А ты меня первый тыкнул. Зачем забирать из товара-то? Отпусти. Конечно, ты будешь сейчас... Ну, а воздухом-то подышать? Нет. Ну, что ты со мной будешь здесь сейчас сражаться, что ли? Нет, конечно. Поэтому я и стою. Вы не забегал, кипишь, значит, отвечать за это. Так я не убегаю же никуда. Ну, и все, а что? Я должна бегать за тобой потом. Ну, что же, покупателя-то не выпускаете? Закрыли в магазине. Вон, человек, пустите хотя бы. Ты хотел этого, ты смелый. Давай будем шараться. Да я-то буду до конца. Ну, конечно, будешь и останешься с нами. Ну, не хотят выпускать. Давай. Говорят, что заволновался ты? Возвращайся, что убегаешь? Волноваться будете вы, когда узнаете, в чем дело. Ну, зачем щипцы, когда есть руки? А потом спрашивают, зачем упаковывать выпечку. Какие чудесные бананы. Зато по скидочке. 39 рублей. Друзья, вот рыбка, смотрите, в холодильнике. Вообще без какой-либо маркировки. Просто пусто. Снежок, рыбка и отсутствие маркировки. Ну, что-то мы очень долго ждем. Платить, не платить? Ну, подожди, сейчас приедет. Что-то перебирает. Приедет кто-то? Ты в Славусе зарабатываешь. Да я уже... Кокерты, да, там известные говорят. Кто говорит? Я зарабатываю Славу. А у вас хороший магазин? Отличный, ничего не видишь. Вижу, поэтому и сомневаюсь в ваших словах. Известный какой-то блогер. У нас вообще имущество было. Понятно, вы его знаете, что это? Девушка, убирайте свою камеру. Уберитесь из магазина, мужчина. Почему это уберите? А почему убираете камеру? Как он бредовывая свое требование, просьбу уносить, я не знаю, так и я в ответ. Хочется. Снимайте, прошу. А что вы хотите этим добиться? Просто снимай, работай мне. А что за требование это? Убирайте камеру, девушка. Ясно. Ну, что будем делать с тебя? И отвернулся. Ну, вся наша помощь. Да, а я знал. Ну, хоть масочки надевают. Хоть камера как-то включает мозг. У вас самого нет масочки, уважаемый. У меня нет масочки? Ты еще и балабол? Ну, во-первых, на ты со мной не надо разговаривать. Надо. Когда ты незаконные требования предъявляешь, с тобой на ты переходит общение. Ну, сейчас сотрудники полиции привет будут тебя делать. Да, естественно. Удостоверение можно? Удостоверение? Конечно. На камеру? Удостоверение предъявляю? Мне. У меня камера в руках. У вас девушка с вами. Девушка. Которая снимает. Фиксирует на видео. Конечно. Удостоверение мне предъяви. Вот девушка уберет камеру, я вам покажу. Удостоверение мне предъяви. Девушка, это девушка. Я прошу себе предъявить удостоверение. Я вам на видеозапись свое удостоверение предъявлять не обязан. Мне лично предъяви. Все вопросы в пресс-службу Росгвардии. Что ты так волнуешься? Что, успокойся. Я с вами общаюсь нормально. Удостоверение просто предъяви и все. Я вам на видеокамеру удостоверение предъявлять не буду. Смотри. Я вам еще раз говорю, предъявлять удостоверение я вам на видеокамеру не буду. Ты мне предъяви лично, я тебя прошу. Я вам не тыкаю, почему вы мне тыкаете? А что за требование, девушка, уберите камеру? А почему она меня снимает, когда я нахожусь при служебном положении? Да что ты, черт побери, такое несешь? Да фиксирует на видео, не снимает. Тем более ты на службе. Ты хоть мост-то включи и услышишь, что ты говоришь. Наоборот, тебе, значит, можно фиксировать, если ты на службе. Угрежданин, вы самые умные? Да. Для чего? Для чего вы со мной так разговариваете в таком контексте? В данном кругу, да. Для чего вы со мной так разговариваете? Как так? Я с вами, я вам грублю. Да. Каким образом? Ты когда запрещать начинаешь девушке фиксировать на видео, ты показываешь свою грубость и необразованность, в первую очередь. Уважаемый, меня на видеокамеру снимать запрещено. Для тебя фиксируем на видео, не снимаем. Федеральным законам 226. Какая статья? Какой пункт? Статья, вы сами ознакомитесь, если вы юридически грамотный подкованный. Закон о национальной гвардии? А войсках на национальной гвардии? Конечно. Ты хочешь сейчас бред несешь? Бред. Да, спорим на 100 отжиманий, что можно тебе фиксировать. Почему так со мной разговариваете в таком тонике? Ну, спорим на 100 отжиманий, я предлагаю. Девушка. Спортивный спор. Если вы выложите это в сеть интернет, если вы будете выкладывать это в сеть интернет, вы будете отвечать за это. Как отвечать-то будет? По какой статье? Не, ну ты мужчина, который отвечает за все слова. Скажи, почему запрещено? На основании какой статьи? Скажи по закону. Я вам отвечать больше ничего не буду. Тогда иди гуляй. На камеру я вам ничего отвечать не буду. Если ты не хочешь на свидетелье определять, если ты не хочешь со мной общаться, то иди гуляй. Ну как вообще разговаривать? Деньги налогоплательщиков только. Я тоже плачу налоги, уважаемый. И я плачу. Ты сам себе в зарплату плачь, а я тебе в зарплату плачу. Да что вы говорите? И налоги не маленькие плачу. Да что вы говорите? Да. Вы бред несете, уважаемый. Да что хоть ты говоришь бред? Ты что воскресать аналоги не плачу? Уважаемый, тыкать будете своим родственникам. Тебе и родственникам. Вы мне тыкать не будете. Нет, я тебе уже тыкаю. Вам сколько лет хотя бы? Да какая разница? У вас есть воспитание, уважаемый. То, что ты старше, ума тебя не прибавляет, понимаешь? У вас воспитание есть, уважаемый. У меня все есть. У вас есть хоть что-то мужское в вас? А у тебя-то есть балаболия начинаешь? У тебя есть что-то мужское в тебе? Во мне есть, конечно. Или ты просто так слова на ветер бросаешь? Тогда скажи, на основании ничего ты запрещаешь фиксировать тебя на видео и публиковать в сеть интернет. Уважаемый, вы даже общаться не можете без камеры. Как это не могу? Вот я сообщаюсь. Вы не умеете без камеры общаться. Ты уверен в этом? Не надо. Или ты клеветой занимаешься? Вы подписчиков зарабатываете? Нет. А что вы делаете? Зарабатываю в копилку вот таких вот фронтворнейцев. Вы честным трудом не можете зарабатывать деньги? А я нечестным считаю, что обманываю кого-то? А вы только блогерством зарабатываете, я считаю, подписчиками. Это нечестный труд? Ну смотри, кто-то мозгами зарабатывает. Кто-то как ты служит родине, служит народу. Хотя ты не служишь, наверное, ты скорее работаешь. Судя по тому, что суверения даже не прошло. Мозгами зарабатывают, изобретая компьютерные какие-то приложения. Ты уверен? Конечно. Ты очень узко мыслишь. Ты расширь свой кругозор. Помимо автомата и рации, расширь свой кругозор. Мы перешли уже давно наличность. Ну когда ты начинаешь запрещать фиксировать на видео, в принципе, я с тобой сразу перехожу. А вы только за это можете цепануться. Вы больше ничего не можете сказать. Я с этой фразы начал. Скажи еще что-нибудь. Я попросил, не надо мне сказать. Ты каждый раз, когда говоришь неграмотный бред, хоть я зацепляюсь. Понимаешь? Ну что вы говорите? Почему я говорю неграмотно? С чего? Я прошу-то обосную на основании закона. Я тебе могу обосновать. Почему мы можем фиксировать? Давай обоснуй. Вы. Общайтесь на «ты». Как вам угодно. Но обоснуй, я говорю. Я вам обосну. Нет, нас начали зафиксировать на видео. Обоснуй. Еще раз говорю. С человеческой стороны. Я по закону, а не с человеческой стороны сообщаюсь. По Российской Федерации закону. Или ты другой стороне? А зачем вы портите продукцию? А ты уверен, что я испортил? Ну, сотрудники говорят. Ты удостоверился в этом. Вот сначала удостоверился. Да мало ли кто что говорит. Сотрудники полиции. Понятно. Тогда уже пускай разбирается с вами. Удостоверение можешь предъявить? Еще раз вам повторить. Мне лично. Сотрудник не буду. Давай я отвернусь от камеры. Можешь мне лично удостоверение предъявить. Конечно. Давай. А у вас нет еще камеры? Я смотрю, у вас микрофон висит. Ну, ты видишь на мне камеру? Я у вас вижу микрофон. И что? У вас есть камера. Я вам не буду подъявлять удостоверение, потому что... Да мне предъявил удостоверение. Удостоверение. Я не буду вам показывать, потому что это окажется в сети интернет. виду своей личной безопасности своих родственников я не буду вам предъявлять документы уже представился это служебный документ эти не паспорт покажу показать я вам еще раз про риской я не прошу удостоверение это обязан предъявить вы можете обратиться мои данные узнать я знаю куда я могу обратиться я тебя прошу предъявить я вам еще раз говорю на видеокамеру я не буду показывать свою достоверность каждый ты клоун или сотрудник росгвардии но увидите вы опять продолжаете я у тебя спрашиваю я не оскорбляю личность я у тебя спрашиваю я вам не буду сотрудник росгвардии влияют удостоверение я вам было он будет что я не буду вам отвечать не буду показывать и так далее нитирующие вас ведь вот может вообще сотрудник может и форму в военторге купил от игрушечной ну что говорить все может быть но если вы этим зарабатывать на не таких встреча до да это вы меня спровоцировали не я вас нет нюхал тебя с ними чуть-чуть не было еще но потому что не должно быть вон еще и оскорбление там я слышу а ну типичный сотрудник тухопритона алена алена все потише потише успокойся дыши глубже зачем так много мы же столько не съедим без только денег потратил да я пока на кассе стоял в очереди в телефоне залипал наткнулся на телеграм-канал по блату а там очень много купонов в том числе и купоны для сотрудников которых нет в открытом доступе но я назвал парочку на кассе и купил это все почти в два раза дешевле сейчас я доем и все расскажу подробнее а ты присаживайся в телеграм-канале по блату собрано огромное количество купонов со скидками которые оставляют сами сотрудники фастфудов и других организаций абсолютно бесплатно данный телеграм-канал даже пытались заблокировать за разглашение секретной информации ссылку на данный канал я оставлю в описании не переплачивайте за то что можно купить дешевле и погнали смотреть видео вы полицию то вызвали отлично ну что удостоверение не будешь предъявлять я вам еще раз говорю не надо мне тык предъявил удостоверение теперь есть уважение когда я не знаю кто с кем я общаюсь даже я буду тыкать я считаю друзья это позор когда сотрудник росгвардии не может и даже удостоверение я вам сказал на камеру я предъявляю свое удостоверение смотри ты камеры боишься булочки не боишься а то может булочка тебя тоже пугает я могу из рук его брать вы можете есть стоять я вам что запрещаю что не я тебя могу угостить меня такой булочкой да спасибо даже могут и оплатить ее я сами для тебя такую булочку куплю конечно все верят на слово должны сотрудникам такого притона что еще раз и я накажу потом другие органы накажут потом узнаешь на самом деле вот говорят чуть ли не в матери а вы на ты разговаривать как ко мне люди так и я у вас есть родственники естественно вас хорошо воспитали я думаю нормально если вы тыкать и стоите каким-то людям есть уважение я к ним на вы общаюсь какие-то люди такие как ты меня на 3 обращаюсь интересно если вы тыкать у вас не нет никакого вообще совершенно воспитания а ты считаешь общение на ты его стержня общение на ты недопустима стержне общение на ты допустима это это просто прямое неуважение вот из неграмотность ладно стоков но истоков от истоков наших реально в предков даже хорошо да кто возрасте на ты видимо в тех временах где-то у истоков предков остался неосознанием все прекрасно я вижу запишешь фиксировать на видите ты откажешь появится суверение конечно какие знания после жена видео не буду придирать я спрошу тебе мне лично предъявить я могу отвернуться говорю же у вас микрофон висит и у вас возможно и скрытая видеокамера есть где зачем них нужно смотри нет чему смотреть а он тебе не интересно ты просто значит было больше он занимает что у меня скрытая камера что же вы затеяли все было больше затеяли что я затеял массовик затейник не затеял а заладил наверно ты хотел сказать заладил что еще не знаю не украдете мои булочки тут частично ты рвала что-то на память оставишь или может мне тоже отдашь оплатить давай оплачу а давай 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 оплачу есть и говоришь надо платить конечно плачу бедная ты убираешься тут стоишь за такими хабалками как ты твоя коллега порвала говоришь за мной убираешься сколько там вышло о мне еще и скидка 44 раз леночка говорит надо оплачивать я оплачиваю спасибо я всегда мирно прихожу друзья приобрели себе надо уже порваны шарики ребятова со скидочкой все как я люблю море про срок увидел про срок у вас же хороший магазин хороший товар ну как у вас значит не может быть про срока типа тебя вводит там рвут и конечно ну хорошо уценили и что что поставили а то есть у возможно просрочку продавать а можно вот такой товар есть можно продавать то хорошо конечно без отсюда взял шок цена вот друзья мы взяли да отсюда шок цена со скидочкой в принципе со скидочкой можно и такое так ладно давайте с вами нормально пообщаемся на основании чего запрещено вас фиксировать вот я у вас как у должностного лица с уважением спрашиваю на основании чего вы мне скажите я щитом посмотрю скажите или уважительно тоже не хочу общаться не буду разговариваться на виде камеру что камер то быть все вокруг везде смотри камеры в магазине их ты не боишься моей боишься одной маленькой камерки на телефоне не хочет поражать нас уровнем знаний конечно не по всему залу камеры вон прям две камеры на вас смотрят их вы не боитесь не снять а вот моей маленькой камерки какой документе показать артем мне дождаться сотрудников полиции что обвестись она учились нормально вы да вы раз-два хорошо алену а запрещено да ладно это ваши фантазии возможно ваши заблуждения как хорошо да у меня уже хорошо она идет и меня удивляет вот сотрудники полиции да сотрудники органов внутренних дел штрафуют обычных людей за отсутствие маски но при этом сами заходят в магазин без маски и я понимаю не бежали там спешили а мы их зафиксировали когда они подъехали просто постояли что-то но маску забыли одеть почему непонятно и при этом оставили свою машину на дороге а там негде припарковаться я нашел где припарковаться я нашел где припарковаться вот чуть дальше у торгового центра пешочком прошел вот я посчитаю что я не должен мешать людям да мы вас минут 20 ждали 20 30 минут в городе пробки здесь в люберцах откройте яндекс карты посмотреть давайте посмотрим какие-то пробки 8 вечера конечно смотрите как я знал что нас на встречу с вами я бы еще быстрее бы ехал эх вы пивка все хорошо соловьева посмотри мнение я не твой сынок твое мнение мне очень важно и водочку еще вот как там люди сейчас проедут из-за вас не проехать едут все проезжают проезжают вы считаете что нормально доставлять дискомфорт людям ну вот вы знаете что я сейчас в чем проблема перепарковаться я же не убегу да вы меня не держите собственно говоря да я понимаю что вы ждете вас двое можно перепарковаться чтобы не доставлять неудобства людям но вы пренебрегайте удобством людей в угоду себе возможно что еще скажет пока все когда появится новая мысль обязательно озвучу вы много рассказали например я обручу то это был вопрос а не утверждение плюс оценочное суждение то есть от нескорбить или оскорблением адрес да привлеките меня как гражданское лицо я напишу на вас заявление при суде вас к ответственности конечно так у вас даже моих данных нет я надеюсь что сотрудники полиции приедут я узнаю ваши данные а если что бегу и мои данные узнаете ваши данные а если что бегу идите вместе если вы можете сеть интернет будет еще так я не выкладываю же ну вы же видео для чего-то это делаете но я даже не публикую я передаю своему руководству вы уже на интернет но там уже передает ли мне передает уже на интернет себе такую прямой эфир ну конечно естественно вы у меня тут скрытая камера прямой эфир видео какие еще фантазии будут друзья думаю каждый из вас слышал а gta сам но что если я вам скажу что можно играть не только на компьютере а куда удобнее это делать на телефоне так как вы можете запустить и рубиться в любой точке мира в любое время отличий от пк версии 0 но при этом такая же свобода действий в игре вы можете стать кем угодно от бизнесмена до коррумпированного мента в описании я оставил ссылку на скачивание мордер мобайл перейдя по которой вы сможете получить много крутых бонусов также не забывайте при регистрации вводить мой ник артем волков и промокод вольф и получите бонусы при старте увидимся в игре друзья гарантирую вам много крутых эмоций и погнали смотреть видео чем фантазия предположения какие еще предположения будут почему фантазии я нахожусь в реальности почему эти какие-то фантазии но тем не менее фантазирую на мой счет опять его на ты переходит я просто пытаюсь уважительно как бы у меня воспитание какое-то есть но вот с такими вот не могу я не могу я на вы совершенно язык не поворачивается вы пришли сюда зацепиться вот и все вы услышали слово ну прям сразу зацепились конечно вы запрещать начинаете сходу с чего их запрещаю фиксировать на видео сделал попросил не снимать меня девушка убирайте свою камеру вы в армии служили какая разница вот 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 по-человечески по-людски по-людски вы скажите по-людски вы законы знаете я вас спрашиваю я первый задал вопрос еще до этого эти вопрос на вопрос потому что на мой вопрос не на день отвечаете тогда вы начнете отвечать на мои вопросы я буду на ваши у вас будет диалог и всегда на видеокамеру общаетесь с такими как ты да не никто пока нет тыкать да мне без разницы я не должен тебе ни кем быть предъявить удовольствия не ясно буду уважительно на вы я же вам говорю явлю ну не на видео когда почему нет такого закона что он бир и не собираюсь подъявлять вы это не понимаете законе такого нет это ты фантазируешь конечно хорошо я буду фантазером все хорошо стоящих тем я еще буду вот мы выяснили у меня еще будете дальше аскар Никак. Я тебя вообще ни разу не оскорбил. Фантазер это оскорбление? Или фантазер это оскорбление? Посмотрите, сколько уже свидетелей, как у меня оскорбят уже в течение получаса. Фантазер это оскорбление? Не стыдно вообще? Нет. Нет, ни стыда, ни совести. Вы же сюда все приходите снимать, вы прям б***ь звезда какая, я не знаю. Да что ж ты все материшься, это не стыдно. Да тебе какая разница? При покупателях и матом лицо магазина. Еще тебе помочь сделать, а будет два сделать. Давай, давай, топи до конца себя и магазин. Звездочка, зачем вы себя так обзываете? Артем, зачем так делаете? Как? Ты зачем так делаешь? Так я выполняю свою работу. Так выполняй, Лен, что ты просто катнул тележки и все. А дальше как докатится? Бум, в стену. У тебя справки нет, Николай, выходи. Какая-то есть. Есть, да, у вас есть. Для бассейна есть справка. Ой, мне бы. Какая тебе еще нужна? Я беспокоилась. Хорошая, наверное, работа, да? Хорошая. Я люблю мозгами зарабатывать, да. Нет, я не считаю, что это мозгами. А чем это? Если бы вы работали в банке. И что в банке? Да что вы думаете, что вы думаете, там только компьютер работает? Частично. Не только. А вот, то есть разуму нету, да? Да, разум везде работает. Да. Мы люди разумные, конечно, у нас везде разум работает. Даже на кассе, когда кассир пробивает товар, у него работает разум. Я с вами разговариваю. Но? Я с кассиром. Вы переключаетесь на кассиром другого человека. Я за себя отвечаю. Даже когда ты мне пытаешь что-то запрещать, у тебя в этот момент разум работает. Просто, возможно, какие-то ошибочные суждения в твоей голове сложились и так далее, но в целом разум все равно работает. Я вам ничего не запрещаю. Да ты сходу сказал, уберите камеру, девушка. Я попросил. Вот будешь ты, обычный покупатель, придет ко мне, скажет, можешь меня не снимать? Да без проблем. Вы мыслите как только узко или широкообразно? А зачем ты за мной повторяешь? Я тебе сказал про узкое мышление, чем ты за мной. Вам не нравится, когда он тем же отвечает? Ну зачем повторять? Я люблю, когда человек какие-то свои мысли говорит. Вам не нравится, когда он тем же отвечает или что? Нет, я люблю с человеком разумно общаться, который свои какие-то мысли привносит и не за мной повторяет. Ну вы только стараетесь, да, вот, напасть, найти какой-то предлог, чтобы меня выставить крайним. Я не пытаюсь, я просто общаюсь, и ты сам себя выставляешь крайним, когда просишь не фиксировать тебя на видео. Говоришь, что запрещено, ну с чем запрещено, я спрашиваю, но ты не можешь ответить. Удостоверение ты до сих пор не предъявил. Я сколько раз, я сколько раз. Полиция работает на основании гласных, публично. И полиция не едет в Люберцах. Тоже, наверное, в пробку встали с мигалками-то. Можете сами позвонить на 12. Зачем? Сказать, что нарушает ваш законный интерес. Зачем мне это говорить по телефону? Запрещает вам снимать. Да фиксировать на видео не снимать. Снимать мне пока никто не запрещал. Хорошо, фиксировать на видео, съем. Обучение. Пласс, да. Плюсик вам ставлю. Плюс. И еще 4, и будет пятерка. Вы себе плюс поставьте. У меня уже слишком много, я поделюсь одним с вами. Прям нюхнуть головой светится. Да? Конечно. Вы освещаете все. А я-то думаю, почему так светло в магазине. Это я освещаю. Да? Это темное место. У вас тут шарики остались. Снег. Не, я вас угощу такими шариками. Угощайтесь. Все для вас. Ну вообще за это провоцируют, ходят, после того, что вас снимают. Да, мне страшно вообще за это что нет. Сейчас участковый приедет, наверное, и разберется со мной. Не будет за это. Что должно быть? Штрафы по-любому какие-то. Ну вот штраф, значит, будет. Только, возможно, не мне, а вам, но штраф будет. Понятно. Чем уже не первый раз текутся? Если вы уже снимаете. Тут, в этом магазине не первый раз я? А вот врать нехорошо. Я в Люберцах первый раз. Не то, что в вашем магазине. Но теперь видео я буду приходить чаще. Мозги не бьются себе и окружающие. И опять матом, ну Лен, ну некрасиво. А то, что ты делаешь, красиво, да? Ну, покупатель, ладно. Что ты делаешь, красиво, да? Вот когда... А мне хотел, чтобы продавец сказал, да, кассиру? Да, она уже сказала. Сказала. Ну, друзья, то, что просрочку у них по скидке продавать можно, мы уже поняли. Ну, вот такие вот бананы прекрасные тоже. Главное, что по скидочке. Просто посмотрите, в каком они состоянии. Когда ты общаешься матом, сразу понимаешь, с кем ты общаешься. Хотят, вот только ху**, страдают ху**. Хорошо, хорошо. Главное, что ты работала. На завод, завтрак в 8 утра. Сейчас на вечернюю смену успеешь. Смена. А что ты нахуй, я уже не шалкаю. Это тухлые бананы. А, те самые тухлые бананы. Ну, понятно, почему такая агрессивная. И мы уже приобрели две такие вот прекрасные баночки. Годен, до 30-го, 09-го, 21-го. С пеленок, с 4-х месяцев для детей. Ну, это просто позор. И вот вторая такая же. Вдвойне позор. Это у нас магазин Ярче. По адресу Московская область, город Люберцы. Улица Инициативная, дом 13. Сегодня у нас 0,2-е, 10-е, 21-е. Вон, полиция приехала. Участковый. Лучик солнца прибыл. Надеюсь, грамотный лучик солнца. Я никого не оскорблял. Я говорю со слов в косе. А, со слов? А вы уже сразу утверждаете, зачем вас кормите-то? Что случилось? Что вызывал? Ну, вызывай. Что случилось? Потому что уходит, ломает бот, он не ест на камеру. Что делает? Ломает борти и товары. Конечно. Специально снимает все на камеру. Хулиганец здесь. Как хулиганец? Еще раз тебе показать, что ли? Я хулиганец. Ма, там факи на камеру, а я хулиганю. Посмотрите. Отвезите в отдел. Сейчас заявление возьмем, разберем. Отвезем? Да, конечно. Мы тоже сейчас на месте будем подавать заявление. В смысле в отдел. Вы разбираться не будете в ситуации, в отдел отвезите? Разберемся. Вот разбираетесь. На месте. Взбите в отдел. Да, буду умничать. Можете представиться? Представлюсь в отделе. Представьтесь. В ображение обращается. Представьтесь, можете? В отдел заберите. Представиться, можете? Еще раз вас спрошу. В отдел. Удостоверение предъявите. Сотрудник полиции. Удостоверение предъявите. Куда убегаете? Полицейский, куда убегаешь? Он что, долго не за мной ходить? Удостоверение предъявите. Гуреев Андрей Викторович, до 25-го года. Майор полиции. Все. Андрей Викторович, разбираться в ситуации. Будем. Не надо мне руками трубить. Пойдем. Физическую силу мне не надо применять. Пойдем, пойдем, пойдем. Никто не применит. Физическую силу ко мне не надо применять. Вы идете? Нет. Силу физическую. Зачем вы применяете ко мне?